Центробанк установил курсы доллара и евро на уровне 108 и 113 рублей соответственно. Это антирекордные значения с марта 2022 года, а накануне рубль упал примерно на 10%. А на международном рынке Форекс доллар и вовсе стоил 114,5 рублей, а евро перелетел за 120,5. Центробанк попытался вмешаться в ситуацию и вечером в среду объявил, что перестанет покупать иностранную валюту на внутреннем рынке. В России есть бюджетное правило, по которому сверхдоходы от продажи нефти и газа откладываются в фонд национального благосостояния в валюте. Теперь, и по крайней мере пока, этот резервный фонд будет пополняться только рублями. А вот продавать валюту ЦБ будет так же, как и продавал раньше. Все это должно укрепить рубль. Раньше власти, чтобы срочно укрепить рубль, повышали ключевую ставку. В феврале 2022 года, после начала полномасштабного вторжения, Центробанк поднял ее с 9,5 сразу до 20. В течение марта курс национальной валюты колебался и поднимался выше 120 рублей за доллар, но к концу месяца опустился до 87. Сейчас же выше 100 рублей доллар стал стоить при ключевой ставке в 21%. До этого уровня ЦБ поднял ее в конце октября и 100-рублевую отметку доллар преодолел уже после этого. Снижение курса рубля, в свою очередь, разгоняет инфляцию. В середине ноября инфляция в России только по официальным данным достигла почти 9% в годовом выражении. При этом первый зампред Российского государственного банка ВТБ Дмитрий Пьянов считает, что Центробанк недооценивает последствия снижения курса рубля для инфляции. По его словам, это может привести к куда большему росту цен. А вот как падение рубля ниже психологически важных отметок? Отметок вчера во время визита Владимира Путина в Казахстан прокомментировал его секретарь Дмитрий Песков. Вы зарплату в какой валюте получаете? А у нас львиная доля всех взаиморасчетов с Казахстаном осуществляется в рублях и в танке. Вкусная га тоже выросла. Что вызывает наше удовлетворение. Максим Блант, экономический обозреватель и публицист в нашем эфире. Максим, доброе утро. Доброе утро. Максим, что произошло с рублем? Ну, если цитировать Владимира Путина, она утонула. Вот как бы то, что происходит. Рубль упал ко всем валютам, включая китайский юань, и прежде всего китайский юань. И Дмитрий Песков, конечно, молодец. Зарплату, наверное, он тоже получает в рублях, только ценники в магазинах тоже в рублях. И ценники в магазинах вырастут. Причем, если ориентироваться на то, что к юаню рубль упал за осень, только за осень, на четверть, то несложно догадаться, насколько вырастут цены на импортные товары. А вслед за импортными товарами подорожают и отечественные, потому что многие отечественные производители работают на импортном оборудовании, используют импортные компоненты или импортное сырье. Это очень широкий спектр отраслей, которые этим занимаются. Не только бытовая техника. Кстати, производители бытовой техники уже буквально тоже вчера вечером предупредили о повышении цен на 10%. Это только начало. Но и пищевая промышленность, там все эти закваски для йогуртов и всякое такое прочее, тоже используют активно импортные компоненты. Поэтому к Новому году 9% официальной инфляции покажется прекрасным, не сбывшимся сном. Вы как-то связываете падение рубля с увеличением расходов на войну, с войной вообще? Ну, это основная причина, ключевая причина, которая разгоняет и инфляцию, и в том числе давит на курс рубля. Рублей много, валюты мало. Ну, это абсолютно рыночная ситуация, когда валюта растет, ее мало, ее не хватает. Ее не хватает ни на покупку компонентов для производства оружия, ни на покупку товаров народного потребления. А внутренняя промышленность гражданская, она, с одной стороны, зажата теми ограничениями, о которых говорит глава Центрального банка Эльвира Набиулина. Это нехватка рабочей силы, это отсутствие инфраструктуры, невозможность закупки оборудования, неспособность к конкуренции за все эти ресурсы с военным производством. А с другой стороны, еще и вынуждены платить по кредитам. Такие деньги, которые встают в вопрос вообще дальнейшей существования. Поэтому рассчитывать на отечественного производителя, который придет и насытит рынок, невозможно. Есть только один способ, это импорт. А с импортом беда, потому что после запуска баллистической ракеты, это, конечно, все было бы весело, но последняя калитка, которая была открыта в той стене, отгородившей Россию от мирового финансового рынка, Газпромбанк попал под американские санкции. Это был единственный легальный способ Газпрому получать валюты недружественных стран за поставки газа в Европу. Дальше, собственно, принцип домино. Поскольку европейцы теперь не смогут легально платить за российский газ, встает вопрос о продолжении транзита через Украину. Скорее всего, его не будет с 1925 года. С 31 декабря нынешнего года истекает долгосрочный контракт, он возобновлен не будет. Вчера же засуетилась Турция, которая получает газ по турецкому потоку и тоже платила через Газпромбанк. Ну, одним словом, да, еще в том же пакете были банки, которые использовались российскими нефтяными компаниями для получения той же валютной выручки. Соответственно, вот рынок отреагировал. Дошли до 105 рублей, посмотрели, вроде реакции нет никакой, только всякие клоуны кривляются и говорят о том, что экспортеры от высокого курса, вроде министра финансов Антона Силуанова, только выигрывают. Бенжетта, конечно, выигрывает, да, тут Силуану сложно не согласиться, поэтому его настроение объяснимо хорошее. Вот. Не случилось ничего страшного? Ну, давай дальше попробуем. А поскольку все эти фундаментальные факторы, они никуда не деваются и продолжают действовать, то совершенно непонятно, когда это все остановится. И все это потребует вмешательства властей, да. Вот сейчас Путин вернется из Казахстана, наконец. Вот давайте к Путину и Силуанову. Они оба когда-то говорили, что важен не курс рубля, а его предсказуемость. Вот на ваш взгляд рубль предсказуемый? Там все будет, он будет еще предсказуемо падать или нет? Ну, для меня сомнений в том, что рубль будет падать, не было с начала года, да. А когда правительство внесло в Думу тот бюджет, который внесло, последние сомнения испарились. Да, ну, я об этом говорил и в своих программах, и в комментариях. Поэтому... А дальше очень сложно властям реагировать, потому что все патроны, которые у них были, да, для стабилизации рубля в наличии, они расстреляли еще в 23-м году. Когда, помните, тогда как раз была обратная реакция. Была истерика, как же так, начались какие-то колонки непонятные в российских СМИ с обвинениями Центрального банка. А сейчас вот и ставку уже на таком уровне, что повышать дальше бессмысленно. И для экспортеров им кровь впустили весьма существенно еще в прошлом году. Возвращать сейчас те ограничения, которые действовали, это ни к чему не приведет, да, потому что они и так действуют в условиях, когда нужно искать нелегальные, полулегальные схемы. Поэтому непонятно, да. Мы вынуждены заканчивать. Максим, спасибо вам большое за вашу аналитику. Максим Блант, экономический обозреватель Радио Свобода и Публици. Спасибо еще раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова